что вы мне махаете. Поставьте мне плюсик, если вы уже пользуетесь каким-либо распорядком дня. Если у вас есть распорядок дня, который записан где-то, с которым вы сверяетесь, если у вас был когда-либо такой опыт жизни по распорядку дня, поставьте мне, пожалуйста, плюсик. Я человек распорядка уже больше 10 лет. Больше 10 лет я веду проект FlyMama, и я думаю, многие из вас знают, что мой проект возник из-за того, что у меня в жизни были проблемы, я была очень неорганизованная, у меня было двое маленьких детей, и я просто загибалась, мне очень-очень было тяжело. И вот в такой как бы низкий момент моей жизни я поняла, что мне надо как-то самой понять, как я могу позаботиться о себе, помочь себе. И одна из первых вещей, которые мне помогли очень сильно, это было понимание, что я очень много не могу изменить в своей жизни, но как минимум лечь вовремя спать, или выйти вовремя погулять, вовремя поесть, и продумать, как я выполняю свои дела, это точно я могу. Так, вижу ваши плюсики. Есть у нас, есть у нас организованные мамы. У кого есть распорядок дня, поставьте мне, пожалуйста, плюсик. Почему я, собственно говоря, с вами сейчас хочу говорить на эту тему? Сейчас я считаю, что тема распорядка дня, она критично важна. Сейчас ужесточается карантин во многих странах, как минимум в Украине сейчас ввели очень жесткие законы, и людям надо больше находиться дома. Очень много людей работает из дому, очень много людей сидит без работы, потеряв работу, и надо сидеть дома. Выходить можно из дому только в каких-то целях или с собакой. Вот. У меня дома сейчас внизу в бейсменте работает муж. Я сейчас на своей, так сказать, супружеской кровати сижу, в своей спальне. В гостевой комнате у меня работает мама, дети у меня по своим комнатам, то есть у меня полный дом людей сейчас. И у вас, наверное, тоже полный дом людей. Напишите мне, поставьте мне, пожалуйста, циферку, сколько сейчас людей в вашем доме находится. Ну, я понимаю, что сейчас вечер, в большинстве стран, которые сейчас меня видят, у меня сейчас всего лишь три часа дня. У нас сейчас рабочее время, поэтому у нас все заработают. Вот. У вас, скорее всего, где-то дело к ночи, Россия, Украина. Сколько у вас человек сейчас находится дома? У нас сейчас пять. Так. Четыре. Четыре. Скажите, это обычно, как бы, то есть, например, четыре и пять людей. Вот все сейчас, очень многие прям пишут четыре. Это количество людей. Это обычно для вас или нет? Или все-таки обычно меньше было людей в течение дня в вашем доме? Так, пять, три. Ну, скажем так, четыре, три и даже пять людей. Это, в общем-то, немного, но это много, когда все вместе в одном доме. И когда всех надо кормить, когда все разбрасывают игрушки, свои вещи, компьютеры, одежду по дому. То есть просто мы раньше с таким не сталкивались. Мы могли быть, например, с одним, с двумя, с тремя детьми дома, но потом дети шли в школу, в садик. Вот мужья уходили на работу, как минимум, и у нас было какое-то свободное пространство. Сейчас все вот так вот сжалось в один комок. Вот, и я хочу сказать, что я считаю, что распорядок дня сейчас в условиях карантина, в условиях пандемии, это не роскошь, это не излишество, это не выпендрешь. Раньше я помню, что было, как бы, вот две категории людей. Одни такие, типа, мне нужно себя организовать. Вот я такая была. Самоорганизация, планы пишу, списки пишу. А часть людей было таких, ну, мне как-то и так хорошо, ну, как-то я не хочу себя в какие-то рамки загонять, я творческая личность. Вот. Такие были времена, когда, ну, не обязательно было писать списки. Честно, у меня в жизни тоже вот время до карантина, пока вот все это закрутилось, у нас тоже все было очень расслаблено. Мы, в общем-то, знали свои рутины, все понимали, когда что происходит, и каких-то жестких планов у нас не было. Но когда мы все сейчас оказались в такой жесткой, сложной ситуации, когда мы вынуждены, вынуждены проводить много времени дома, это не то, что ваш выбор. Вы решили, что я буду сидеть дома с детьми, я буду, я хочу воспитывать детей дома, я хочу учить детей дома, я за домашнее обучение. Я хочу работать из дому, да, это был мой когда-то выбор. Но для многих из вас работа из дому и домашнее обучение детей – это не ваш выбор, это совершенно дикие обстоятельства, которым никто не готов в этом мире. Вот. И это очень сильно фрустрирует, потому что вы этого не хотите, но это нужно делать. И существует, кроме того, просто банальное количество, огромное количество дел, которые нужно делать дома. Вам надо работать, детям надо учиться, вам надо как-то расходиться с вашими близкими на маленькой территории, и это совсем не, ну, нелегко. Ребят, напишите мне, пожалуйста, что у вас сейчас с распорядком дня. Я хочу сейчас немножко рассказать, почему это важно. И я хочу, и я хочу рассказать, как у меня сейчас с распорядком дня, что помогает мне, что работает для меня. Ну, вот, например, Даша пишет, у меня ничего не поменялось. Дети дома в сад не ходили с режимом распорядком никак. Очень хочу научиться. Для меня тоже немного поменялось, потому что я работала из дому, дети у меня полдня были дома, но муж не работал дома. Вот. То есть, в принципе, немного нового, но то, что мы все вместе, это, ну, большая, как бы, большая разница, это то, что мужу нужно работать, и надо решать какие-то конфликты с детьми, потому что слишком много времени вместе, они не могут общаться со своими друзьями. Вот. Вот Юля пишет, спасибо, что застронули эту тему. Актуально для меня родился второй ребенок уже 6 месяцев, ей старшая дочь 5 лет, на карантине по-другому стала, и немного расстроена. Ребят, я хочу сказать, что то, что вы чувствуете разочарование, разочарование, то, что вы расстроены, как Юля, то, что вы чувствуете неудовлетворенность, даже какую-то скорбь вот по той жизни, которая была и которой сейчас нету, это нормально. Сейчас очень много сильных эмоций у нас, и просто будьте немножко добрее к себе. Конечно же, мне, как бы, мне бы хотелось быть более уверенной в себе, более спокойной, более организованной, но сейчас надо снижать планку максимально в том, что мы делаем, в том, как мы живем, быть добрее к себе, быть добрее к близким, понимать, что очень много сильных эмоций у всех. Вот. И всем тяжело сейчас, и вам, и вашему мужу, который должен работать из дома, и вашим детям, которые не могут ходить в школу, и не видят своих друзей, не могут с ними встретиться. Это сложно, это тяжело на самом деле, и это нормально. То, что вам сейчас тяжело, это нормально. Так, Люба пишет, пытаюсь организовать хотя бы девочек, 7-12 лет, сын 17 лет, творческая личность. Вика пишет, я сама с сыном, очень тяжело домашнее обучение, много времени занимает, плюс дистанционная работа, времени на себя совсем нет. Да, ребят, в общем, многие пишут о проблемах сейчас. Что я хочу сказать вам? Почему я считаю, что это очень важная тема, ну, несмотря на то, что я занимаюсь 10 лет уже тайм-менеджментом, сейчас я считаю, тема тайм-менеджмента, тема организации семьи, организации своего распорядка дня, она просто критична для нас, она очень важна. Смотрите, почему. Во-первых, когда мы говорим о распорядке дня, это то, что я поняла 10 лет назад, что это то, что я сама контролирую, то, что я могу изменить. Ведь сейчас в этой сумасшедшей ситуации, которая сложилась в мире, мы чувствуем настолько свою беспомощность, мы не знаем, как это долго будет продолжаться, мы не знаем, будем ли мы здоровы завтра, мы не знаем, будет ли у нас работа завтра и так далее. Столько неизвестных, что это просто кошмар. Но когда мы говорим про распорядок дня, про планы на день, это в круге нашего контроля, понимаете? То есть мы уходим из круга забот, вот этого непонимания, страха, печали, вот то, что мы не можем изменить. И мы приходим туда, где я что-то контролирую. И это очень важно для нас чувствовать, что что-то мы можем контролировать в нашей жизни, за что-то мы отвечаем. И это распорядок дня, то, как я проживаю свой день, то, когда я что делаю. Казалось бы, это вроде бы и не важно в обычное время, но сейчас это важно, потому что это возвращает вам ощущение контроля над вашей жизнью. Это не просто ощущение, это то, что происходит фактически. Следующее – это стабильность, распорядок дня – это стабильность, и она особенно важна для детей. Когда очень много непредсказуемости, когда нестабильность вокруг вас царит. Стабильность, когда вы кушаете, когда вы встаете, когда вы идете гулять, когда вы ложитесь спать, когда вы проводите время с детьми, с мужем. Эта стабильность, она дает покой, она заставляет нашу тревогу утихнуть, она дает нам силу. Поэтому, если у вас есть распорядок дня, это стабильность, это очень круто. Следующее – многие оказались в такой ситуации, что вы сейчас не заняты, у вас была работа, у вас нет работы, или вы слишком много времени проводите дома, вы не знаете, чем себя занять. Вот я думаю, таких меньшинство, но такие тоже есть, поверьте, и это очень тяжело. Если ты ходил на работу раньше, и вся твоя жизнь была на работе, и ты оказался дома, что тебе сейчас с собой делать? Но когда у тебя есть распорядок дня, это говорит о том, что у тебя есть рутины, у тебя есть дела, которые направляют твою деятельность каждый день. То есть я знаю, что мне утром надо встать и приготовить еду, а не втыкать в Facebook и печалиться, плакать и читать страшные комментарии под постами, сколько людей заболело и так далее. Понимаете, у меня есть распорядок, у меня есть какие-то дела, которые мне нужно делать, и я просто следую этому распорядку. Понимаете, распорядок – это как ментор, как лидер, то есть вы его один раз написали, вы с ним согласились, и потом вы с ним сверяетесь, то есть хочу я готовить кушать, хочу я идти гулять, есть ли у меня настроение там чистить зубы или не чистить. У меня в распорядке дня написано, надо делать. И когда уже это прописано, это легче делать. И у вас есть как будто бы кто-то, кто ведет вас за руку, кто о вас заботится, кто помогает вам и покушать, и вовремя спать лечь, и подвигаться. И это все делает распорядок дня, который вы составите. Дальше, наш распорядок дня, если у нас есть, это наша родительская сила, потому что мы делаем жизнь наших детей предсказуемой, мы делаем жизнь наших детей понятной, спокойной, которая повторяется монотонно изо дня в день. Это приносит чувство удовлетворения, чувство покоя нашим детям, которые тоже очень тревожатся из-за ситуации, которая сложилась сейчас. Вот поэтому распорядок дня, он усиливает нас как родителей, которые должны заботиться о детях, которые должны вести детей. Следующий очень-очень важный момент. Очень многие говорят, что я трачу много времени на домашнее обучение ребенка, на работу удаленную, на дом, на себя вообще ничего не остается. Многие говорят, что работают по ночам, и уже сил нету, просто выживаем, не знаю уже на чем. Ребята, когда у вас есть распорядок дня, тогда вы можете позаботиться о себе. У вас есть шанс, что вы это время для себя выкроете. И сейчас, ребят, это просто критично важно во время карантина, во время этих сложных перипетий, в которые мы все попали, очень важно о себе заботиться. Кроме того, что просто сон, еда и спокойствие это залог крепкого иммунитета, который нам всем нужен, безусловно. Кроме всего прочего, это просто возможность находить что-то, чем вы можете заняться, что вас может отвлечь, каким-то своим хобби, когда вы можете просто какой-то вклад в себя сделать, то есть что-то для себя, чтобы не быть просто шестеренкой в этом всем, а быть человеком, быть личностью, которая что-то может для себя сделать и создать таким образом ресурс, чтобы потом обо всех заботиться. Вот, поэтому, когда есть распорядок дня, это шанс создать для себя моменты для себя, создать какую-то радость, какое-то удовлетворение от этого дня. Вот, и по сути, когда у вас есть распорядок дня, вы можете просто прожить тот день, который у вас есть. На самом деле, мы никогда очень много не контролировали в нашей жизни, и то, что произошло сейчас, у нас пропала иллюзия контроля над нашей жизнью, над нашим здоровьем, над тем, что будет завтра. Никогда мы не контролировали, что будет завтра в нашей жизни. Просто все было стабильнее, было меньше шансов, что-то плохое произойдет. Вот сейчас плохое происходит все время. Поэтому мы вот потеряли контроль, и мы как бы очень сильно это фрустрирует, расстраивает. Вот, но всегда в моей власти то, как я проживу этот день. У меня есть сегодня, у меня есть как бы там следующие полчаса, час, день. Вот, и как я его проведу? Когда у меня есть распорядок дня, когда у меня есть четкая стратегия, как я буду этот день проживать, мне понятнее, как этот день пройти. На самом деле, этот кризис, это сложное время, мы можем пройти только шаг за шагом, минута за минутой, час за часом, просто делая то, что мы считаем важным, уделяя время своим приоритетам, уделяя время тому, что мы считаем важным для нас в жизни. И когда есть распорядок, мы можем, собственно говоря, воплотить все это в жизнь. Ребят, вот, как бы, что еще хочу сказать. Кризис, боль, которую мы испытываем сейчас очень многие, это тяжело, это неприятно. Никто из людей не хочет жить в кризис, никто из людей не хочет испытывать боль, страдания. Мы этого не хотим. Но не мы выбираем, когда нам жить. Мы выбираем только, как пользоваться тем временем, которое у нас есть. Я хочу сказать, что, судя вот, исходя из моего жизненного опыта, кризис и боль, и физическое, и эмоциональное были моими союзниками всегда. И я хочу, чтобы та боль, которую вы сейчас испытываете после дня с вашей семьей, когда хаос вокруг, вы ничего не успели, ничего не приготовили, все перессорились. Я хочу, чтобы вот та боль, которая рождается из этого хаоса, она стала вашим союзником. Почему? Потому что боль – это всегда очень мощный толчок, чтобы что-то изменить в своей жизни. Почему вообще мы испытываем боль физическую? Потому что, ну вот, ты порезал палец, у тебя болит. И это неприятно, но это хорошо, потому что это дает возможность тебе обратить внимание на проблему и заняться этой проблемой, вылечить эту проблему. Есть страшный синдром, когда ты не чувствуешь боли, и тогда ты можешь умереть, как бы, ну, то есть, ты порезался, ты не знаешь, что ты порезался, у тебя там инфекция, у тебя там кровь течет, и, в общем, очень серьезные проблемы могут быть. Поэтому на самом деле боль нам дана для того, чтобы мы могли менять свою жизнь, чтобы мы могли защищать себя, чтобы мы могли лучше жить, чем мы живем. Вот, поэтому воспримите, как-то воспримите, подумайте о том времени, которое сейчас, вот те обстоятельства, которые сейчас вокруг нас, как о толчке к лучшей, вот, я что-то уже у меня русский, английский, украинский все время смешивается, я с трудом произношу правильные слова. Я хочу, чтобы боль и кризис, и проблемы, которые есть сейчас в моей жизни, чтобы они стали моими союзниками, чтобы я могла изменить свою жизнь, потому что у меня есть этот мощный толчок. Когда моего ребенка уже в третьей школе ему говорили о том, что мы не можем его учить, потому что он все время срывается на детей, бросается стульями и не контролирует свое поведение, это очень было больно, это кошмарно было больно. Но это стало для меня толчком, чтобы отправиться к психологу, чтобы наконец-то начать прорабатывать эти проблемы. Когда 10 лет назад у меня на руках был годовалый ребенок, и трехлетний, и муж работал целыми днями, и у меня дома просто было непонятно что, и я не успевала вообще ничего для себя делать, не работать, ничего. Это было очень больно и тяжело. Но тогда в тот момент я поняла, что окей, мне надо что-то для себя делать самой, не ждать, чтобы меня спасали, а я сама должна взять, запланировать свой день, разобраться, как другие мамы успевают и так далее. То есть боль, она может быть союзником. Пять лет назад у меня дети очень сильно болели, я очень сильно болела. Я думала, блин, ну что же такое, что происходит, почему так больно, плохо и вот прям бесперерывно. Я стала заниматься здоровым образом жизни, стала разбираться, почему с нашим здоровьем такое происходит. И благодаря этой боли, которую я испытала благодаря болезням, из-за болезни детей, из-за моих болезней, мы вышли на новый уровень жизни, мы стали более здорово питаться, мы стали по-другому двигаться, мы стали здоровее все, вот из-за той боли, которую я тогда испытывала. Поэтому, ребята, боль и кризис, и проблемы, которые сейчас есть у вас, это мощный толчок изменить жизнь, вырваться из хаоса, который был в вашей жизни раньше. Если раньше вы не могли сладить с ребенком насчет экранного времени, и все время он вас перебарывал и целыми днями сидел в планшете, то сейчас, когда вы уже рядом с ним находитесь, вам надо что-то с ним делать, и вы сможете решить эту проблему, поверьте. Если в предыдущие годы вы мечтали о том, чтобы вставать рано, и думали о том, что, ну вот да, может на отпуске, нет потом осенью, нет потом, когда ребенок в садик пойдет, буду вставать рано, все время откладывали, потому что и так, ну нормально было. Сейчас, ребята, ранние подъемы, это единственный шанс для мамы получить хоть какое-то время для себя, поработать часто, подзарядиться на день, сделать зарядку, то есть это единственный шанс сейчас для вас получить то, что вы хотите, и вы начнете вставать рано, поверьте мне. Вот, то есть благодаря вот этой боли, тем проблемам, которые есть сейчас, вы начнете наконец-то делать то, на что вы раньше не решались. И честно, меня очень печалит и расстраивает мысль о том, что на самом деле этот кризис и эта вынужденная вот изоляция от других людей и сидение в квартирах, будет обязательно часть семей, которые очень от этого пострадают, будут дети, которые пострадают от насилия, будут браки, которые разрушатся, будут отношения, которые ухудшатся во много-много раз, от этого никуда не деться. Но с другой стороны, я знаю, что будет очень много людей, я хочу быть среди них, кто станет крепче, кто станет сильнее, кто станет организованнее, кто станет более целенаправленным, кто поймет свои приоритеты в жизни. И вы знаете, кто-то в конце этого карантина, он закончится, мы не знаем, сколько мы еще будем сидеть по домам, сколько будет непонятная ситуация с вирусом по всему миру, мы этого не знаем. Я бы очень хотела вам сказать, что британские ученые доказали, что через два месяца все прекратится, но нету такой информации, мы этого не знаем. Но то, что мы знаем точно, что это прекратится, рано или поздно это прекратится. И кто-то в конце этого карантина будет как тряпка без сил, вообще без сил, без отношений с близкими, без работы, без ничего хорошего, будут такие люди. А кто-то будет с новой профессией, с новой близостью с детьми и мужем, может быть, даже беременный, благодаря тому же мужу. То есть будут люди, которые по-разному пережили это время. И я очень хочу для себя и для вас, чтобы вы смогли как бы не утонуть в этом кризисе, а чтобы вы смогли подняться на этой волне и укрепить в своей жизни то, что на самом деле важно для вас. И опять же, вот все, о чем я говорю, все это завязано на распорядке дня. Ребята, это очень важно. Это как первая ступенька, которая поможет вам упорядочить то, что происходит сейчас в вашей жизни. Если мы говорим о том, что да, на самом деле кому-то придется изменить профессию, да, и переквалифицироваться, работать онлайн, например. Кому-то придется таки познакомиться со своими детьми поближе, со своим мужем, вот, и выстроить с ними отношения. Это все происходит не потому, что мы этого очень сильно хотим, а потому что, ну вот, надо это делать, потому что мы по-другому не выживем. И сейчас у многих хаос. Поставьте мне плюсик, если у вас сейчас в основном дома хаос, когда много конфликтов, непонятно кто что делает, вы перегружены, потому что вы все время и готовите, и убираете, и работаете, и детей развлекаете. То есть сейчас в основном у всех людей царит хаос. Я вижу, что вы сейчас ставите мне плюсики, у многих царит хаос. Ребята, посмотрите на комментарии, это нормально, это нормально, что сейчас есть хаос, но нам надо выбираться из этого хаоса. Чтобы выбраться, первый шаг – это план на день, распорядок дня. Сейчас, к сожалению, к счастью, ну, это просто реальность. Сейчас, какой бы творческой личностью вы не были, вам надо, чтобы у вас появился распорядок дня, чтобы вы знали, когда вы что делаете, чтобы у вас был какой-то график дежурств с вашим мужем, когда он смотрит за детьми, когда вы смотрите за детьми, чтобы дети понимали, когда у них экранное время, когда они гуляют на улице, когда они учатся, когда вы ложитесь спать, да, то есть как бы это банальные вещи, но без них сейчас нельзя вообще. Просто обязательно вы должны подумать о распорядке дня, написать распорядок дня. Я вам сейчас дам, расскажу о своем дне немножко и дам вам рекомендации, как это делать. но на самом деле, тем, кому уже сильно надоело меня слушать, хочу сказать, что, ребят, вы просто берете листочек бумаги и просто записываете, что вы будете делать завтра. Даже если такой список у вас будет, вам уже будет легче, чем вообще без списка. То есть на самом деле, все очень просто. Есть масса планеров, перепланеров, у меня у самой десятки листов планирования, как там день организовать. Но на самом деле, все сводится просто к чистому листу и к бумаге. И вы записываете на нем, что вы будете делать в течение дня. Сейчас я вам расскажу немножко о своем дне и расскажу, какие рекомендации у меня есть для вас. Если говорить о моем дне, у меня день, в принципе, очень банальный, очень такой нудноватенький. Он и был у меня нудноватенький, и вот даже до карантина, потому что я живу в Атлантической Канаде. Здесь у нас все очень тихо, мирно, спокойно, одинаково. Но для меня, например, я высокочувствительный человек, и у меня очень большая интенсивность работы. То есть для меня это самое лучшее. Смотрите, что для меня самое важное. Когда какие-то происходят форс-мажоры, болезни, проблемы, я всегда помню о двух точках в своем дне. Первое, это во сколько я ложусь спать. Это самое критичное для меня. Я за этим стараюсь следить. То есть я стараюсь следить, чтобы дети ложились вовремя спать. За мужем не слежу. Он сам решает, когда он спать ложится. Но я знаю, что для меня мне нужно в 10 вечера уже быть в постели и готовой засыпать. Желательно для этого в 9.30 выключить свет, почитать немножко с телефона перед сном. И потом уже в страну снова отправляться. Засыпаю я отлично, поэтому, что встаю рано. Но для меня это главная точка. Напишите, пожалуйста, во сколько вы ложитесь спать, дорогие мои. Вот сейчас честно и откровенно, во сколько вы, вот, например, легли спать вчера ночью. Как? То есть как у вас получилось лечь спать? Я хочу сказать, что почему для меня это важно. Потому что мне нужно встать как минимум в 6. В полшестого в 6 мне нужно встать. Почему? Учитывая, что все дома, что все на мне, что работа, то есть как бы работу никто не отменял. Вот, то есть много-много всего. для меня утреннее время с 6 где-то до 9, дети у меня спят до 9 сейчас, это мое время. Мое время, очень, которое я могу провести плодотворно. Я жаворонок, мне очень легко работает с утром. И я знаю, что если я встала в 6, я помолилась, я почистила зубы, я сделала упражнения свои, я почитала Библию, и у меня есть час или полтора на работу. Я, например, сажусь, я делаю слайды для урока. Я сейчас постоянно как бы работаю над новыми курсами, как бы, ну, это как бы это моя жизнь, и сейчас есть большая необходимость в том, чтобы новые продукты выпускать, в частности, относительно тайм-менеджмента, вот, поэтому я как бы занята все время. Я либо пишу что-то где-то час, либо я делаю слайды, либо я редактирую видео, которые я готовлю для того, чтобы выкладывать. Для меня это очень продуктивное время, и мне очень жалко было бы его потерять, если бы я легла очень поздно, и потом не могла встать утром, потому что если я легла поздно, я-то встану в 6 утра, но какой с меня толк будет, я не знаю, толку будет очень мало со света, я не смогу ничего сделать нормально, вот, поэтому я всегда слежу за тем, во сколько я ложусь спать. Это не говорит о том, что я никогда не ложусь позже, ложусь позже, у нас есть семейные кинозалы, какие-то события, какие-то там, не знаю, ну, вот надо решить какой-то конфликт, мы сидим, решаем там до 11, до 12, такое тоже бывает, в полдесятого, в 10, это для меня очень-очень важно. Так, смотрим, в час ночи, в час ночи, в 24, так, что у нас все прям ложатся в час ночи, так, хорошо, ребята, ну, так, в 23, в 12, в час, очень многие родители говорят мне сейчас о том, что единственный шанс работать, это по ночам. Ребята, я понимаю, что неделю вы так можете продержаться, но очень важно понимать, что то, что сейчас происходит и условия карантина, это марафон, это не спринт, когда вы пробежали 100 метровку и вот кто быстрее прибежал, тот молодец. Сейчас мы на, как бы, на выживание идем, вот, нам надо долгую дистанцию идти, месяц, два, три, вот в таком режиме, может быть, даже больше, и очень важно не выдохнуться, не перегореть, не сорвать здоровье, не сорвать нервы, не испортить отношения, не разрушить тот мир, который у вас есть в семье, и поверьте, состояние вашей семьи очень сильно будет зависеть от вашего состояния, если вы работаете по ночам, ну, вы могли неделю выдержать, дальше вы не выдержите, вы просто перегорите, как это исправить, это вы должны знать, либо меньше работы брать, либо менять распорядок дня, опять же, мы возвращаемся к нашей теме сегодня. Я, например, почему я начала вставать рано, потому что, это было шесть лет назад, по-моему, у меня было двое маленьких детей, у меня была основная работа моя, я занималась графическим дизайном до Флаймамы, и это работа была, которая деньги приносила нам, и у меня был проект, который я хотела развивать, проект Флаймама, и у меня просто не было времени для работы, не было, работать ночью, ну, в моем случае, слава богу, наверное, да, я просто ночью просто туплю, просто какой-то фейсбук читаю, какие-то глупости, то есть я ничего продуктивного сделать не могу, это я очень хорошо себя понимала, поэтому я понимала, если я хочу работать, если я хочу что-то успевать, воплощать в жизни идеи, которые у меня есть, мне надо вставать рано, я стала вставать в 5 утра, у меня появилось время для работы, для себя, для саморазвития, вот, и при этом потом вставали дети, я ими занималась, как бы все, как бы дом, дети, никто это не отменял, все это оставалось, но когда я поменяла вот то, как я сплю, это очень многое изменило, поэтому, ребят, я очень рекомендую, те, кто работает по ночам, пожалуйста, лучше работайте по утрам, да, возможно, вам будет сложно перестроиться, но как бы это стоит того, не на неделю, не на две такие условия нашей жизни, поэтому стратегически подойдите к этой ситуации, стратегически себя подготовьте, стратегически подготовьте свою жизнь, перестройте ее, создайте новый распорядок дня, поэтому для меня очень важно, во сколько я ложусь и во сколько я встаю, а теперь напишите мне, во сколько вы встаете, вот, и, кстати, когда вы перестроитесь на график немножко раньше ложиться, немножко раньше вставать, вы к этому привыкнете, и вы будете присыпаться потом уже даже без будильника, пока просто ставьте себе будильник и вставайте хотя бы на полчаса, на час, если там получится на два до пробуждения ваших детей, это будет замечательно, вот, следующий важный момент, я всегда учила мам делить день на три части, сейчас, в основном, вот, мы все работаем из дому, мы находимся дома, и мы, как бы, в основном, как бы, регулируем свой график работы, и поэтому день такой немножко аморфный, немножко непонятно, что куда, поэтому я рекомендую, смотрите, вы делите день на три части, утро, день и вечер, три блока таких, и потом вы решаете, что я делаю утром, что я делаю днем, что я делаю вечером, если говорить про меня, то, например, утро для меня это время для работы, то есть вот до пробуждения детей, я работаю, дальше обязательно у меня есть прогулка, я выхожу на улицу при любой погоде, минут 15 гуляю, потом я возвращаюсь, я готовлю кушать на целый день вперед, это делаю я утром, вот, там дети встают, я кормлю их завтраком, там, запускаю их чек-листы, но в основном получается у меня рабочее время, и, как бы, такая вот готовка еды, это утром, в остальное время нет, как бы, я этого не делаю, потому что у меня другие дела там. Днем, опять же, у меня есть время, когда я работаю, у меня есть блок работы, и потом, опять же, я иду гулять, и потом я провожу время с детьми, вот, и вечером это уже там уборка, завершение там всех дел по дому, и у нас есть, сейчас вот обязательно нас просто спасает такое время семейного кинозала, когда я, муж, и мама, и дети, мы садимся, и мы смотрим там шоу телевизионное, вот, смотрели недавно The Final Table, это про соревнования шеф-поваров, очень интересное на Нетфликсе, вот, сейчас мы смотрим The Ultimate Beastmaster, это про атлетов, которые там должны проходить полосы препятствий, очень нам нравится, очень весело, очень интересно, вот, у нас где-то два часа идет на этот кинозал вечером, поэтому это тоже надо время вовремя начать, чтобы успеть там потом после этой передачи помолиться, зубы почистить и вовремя лечь спать, то есть тоже я хочу сказать, что сейчас, конечно, нету школы, и дети, как бы, они нацелены, как бы, то есть у них есть такая тенденция, ой, неважно, во сколько лечь спать, и вы тоже думаете, ой, неважно, во сколько мои дети лягут спать, потому что завтра вставать не надо, вот, а если они еще поздно лягут, то они еще дольше поспят, потом у меня будет больше своего времени, На самом деле, ребята, это проигрышная модель, надо, чтобы ложились вовремя все, какое-то время для себя определить, например, у нас с 9 до 9.30 должны дети лечь спать, младшие ложатся где-то в это время, старшие немножко позже, но тем не менее это какое-то четкое время каждый день. Почему это важно? Потому что понятно, что все равно нужно будет возвращаться в режим обычный, я надеюсь, сентября, когда будет школа. И с другой стороны, стабильный режим дня для детей, он очень важен для их здоровья, для их эмоционального самочувствия. Поэтому я понимаю, что сейчас психологически детям тоже очень сложно, и я стараюсь их держать в определенных рамках, чтобы у них была предсказуемость определенная, чтобы у них была возможность отдыхать нормально, чтобы они могли восстанавливаться, чтобы они могли гулять и так далее. И отбой, несмотря на то, что им завтра не надо никуда спешить, отбой в определенное время должен быть. Напишите, во сколько, кстати, ваши дети ложатся спать, мне интересно. Так, вам муж помогает по дому? Да, муж помогает по дому. У нас как бы поделены обязанности, он у нас в основном на закупке продуктов, и он что-то там делает в основном какие-то там починочные работы, плюс во дворе, плюс он заведует камином и дровами. То есть у нас есть такие разные сферы деятельности, которые мы просто поделили, и мы как бы за это отвечаем. Вот, мы с мамой своей, мы делим готовку еды, уборку, то есть, например, один день я дежурю, другой день она дежурит. Вот, это помогает. Так, хорошо, дети во сколько ложатся? В 10.30, 22, 9, 21, 21. Ну, в принципе, похожее время, да, у нас у всех, как вечерняя сказка была, да, про хрушу и степашу в 21 ночь, в 21 вечера, так и ложатся детки спать. Хорошо, ребята, следующее, что я хочу порекомендовать вам. Напишите распорядок дня на листочке и обсудите его с супругом и детьми. Сначала с супругом, то есть, скажите, то есть, скорее всего, вы что-то будете менять, есть большая вероятность. Например, я буду раньше ложиться, я буду раньше вставать. Обсудите это с вашим супругом, чтобы он сказал, окей, я с тобой, я тебя поддерживаю. Потом вы рассказываете детям об этом распорядке дня, то есть, поговорите, обсудите этот распорядок дня с вашей семьей. Вот, дальше возьмите ваш телефон и установите будильники на телефоне. Например, будильник на подъем, будильник на старт вечернего ритуала и будильник на отбой, чтобы, например, на детский отбой, как минимум, чтобы, значит, уже пора, пора готовиться к осму и пора ложиться спать. И вы можете тоже сделать, установить будильники на какие-то вещи, которые вы, ну, новые вы вводите в распорядок дня, и вы можете просто не помнить. Например, вы всегда готовили есть просто, когда хотелось есть. Сейчас вы решили готовить утром. Поставьте себе будильник, например, в 10.00 готовить еду на день, и этот будильник будет звенеть, и вы будете брать телефон и вспоминать, о, мне надо готовить еду с утра. Или, например, поставить стирку, опять же, с утра вы решили это делать. То есть, любое дело, которое новое для вас, в новую часть дня, ставьте себе напоминалки. Вот, это очень поможет вам просто не забывать. Вот, и дальше надо просто начинать следовать этому распорядку дня. Просто начинать практиковать его, смотреть, что работает, что не работает. Не рассчитывайте, что сразу все сработает. Но пока вы не попробуете, пока вы не промахнетесь, пока вы не увидите, что нет, это не работает, вы не сможете исправиться. Вот, поэтому сильно не думайте над тем, какой распорядок дня вы себя напишете. Просто вот вам нравится так, вы написали, попробуйте потом прожить это. Когда вы попробуете прожить, вы увидите, работает, не работает, и будете пробовать что-то менять. Пока вы бездействуете, вы никогда не сможете отладить вашу жизнь, когда вы что-то пробуете, вы принимаете какие-то решения, вы потом понимаете, блин, это вообще просто было отстойное решение, неправильное, молодец, вы выиграли, потому что вы попробовали, и вы сможете изменить это решение. Вот поэтому просто буквально сегодня напишите распорядок дня на листочке. Муж вышел погулять, машет мне рукой. На листочке напишите распорядок дня и попробуйте завтра по нему прожить, это очень вам поможет. Так, напишите мне, пожалуйста, теперь, я уже буду сейчас заканчивать трансляцию, что самое главное о распорядке дня вы поняли, вот из этого короткого общения со мной, что самое главное о распорядке дня вы поняли сейчас. Хорошо, Аня спрашивает, мой распорядок дня. Значит, смотрите, давайте, теперь как бы по точкам. В 6 утра я встаю, с 6 до 9 я занимаюсь собой, работой, плюс иду гулять. В 9, в 9.30 я начинаю готовить завтрак для детей, и где-то с 9 до 10 или до полодиннадцатого я готовлю еду на день. Потом я проверяю там, что делают мои дети, особенно Макса нужно проверять, потому что Тарас, он такой более автономный. Вот, они обычно с утра идут сейчас уже прыгать на батут, потом они выполняют свои чек-листы. Макс сейчас зачитывается, читает без конца, вот, я пытаюсь его направлять все-таки в его чек-лист. Вот, и где-то в 11 я сажусь за работу, вот здесь вот, в этой спальне, откуда я это транслирую, и где-то я 2-3 часа работаю, либо веду вебинары, либо записываю курсы, то есть, ну, что-то я делаю по работе. Дети в это время занимаются своими делами, Тарас мой проходит видеокурсы, плюс у него там есть задания по школе. Вот, время от времени я выхожу к ним, какие-то конфликты решаю, или, ну, просто проверяю, как у них дела. Где-то часа в час, в два мы с ними обедаем, и где-то потом, опять же, либо я заканчиваю кусочек работы, где-то после трех я выхожу гулять, у меня такая долгая прогулка часовая, когда я гуляю, слушаю какую-то книжку художественную, чтобы мозги у меня куда-то улетели от этого всего. Вот, и где-то в 4 часа я начинаю готовиться к вечеру, может быть, какая-то уборка по дому, я готовлю кушать, мы готовимся к нашему кинозалу, там, не знаю, провожу какое-то время с мужем, то есть это уже больше расслабленная часть дня для меня, потому что я уже, как бы я устала за день с утра, я уже не в состоянии что-то творческое сильно делать, вот, поэтому я больше уже уделяю времени своему дому, своей семье. Вот, где-то с 7 до 9, с полседьмого до 9 у нас кинозал наш, о котором я рассказывала, вот, и потом молитва, зубки, и где-то в 9.30 дети ложатся спать, в 10 ложусь я, вот муж, он, у него там свой график, он где-то в 12 ложится спать. В принципе, вот такой очень-очень простой день, но когда я понимаю хотя бы самые минимальные приоритеты для себя, это мне помогает, как бы я себя не чувствовала. Хочу сказать, что у меня очень разные дни бывают, я человек очень чувствительный, я могу иногда перечитать новостей, перечитать новостей, или переволноваться из-за каких-то родственников в Украине, или что-то еще, то есть, как бы, и на меня наваливается такая безнадега, такое просто, ну, просто очень плохо только плакать кому-то в жилетку хочется, и все, особенно учитывая сейчас ситуацию, вот. И, как бы, в такие моменты я не могу много делать, я не могу какие-то радикальные решения принимать, но, по крайней мере, я понимаю, что у меня в распорядке написано семейный кинозал, у меня в распорядке написано обед, или у меня в распорядке написано там прогулка, я просто вот, как будто кто-то меня за ручку ведет, и я иду, и делаю. И становится легче, становится проще все это проживать, ребят. Так, хорошо, значит, к вам был вопрос, что вы самое главное поняли с сегодняшней трансляции. Так, смотрим. Сделать не просто план, а план с временем и опять начать рано. Да, ребята, опять начать, это очень хорошая рекомендация. Многие начинали, бросали, это все всем знакомо, я сама тоже много начинаю, бросаю, планирую, потом не сверяюсь. Сейчас надо начинать снова. Просто начинать снова. Так, дальше. Работают над своим распорядком дня, очень удобно, дети спокойнее. Да, супер, замечательно. Так, вставать до семьи, ложиться в одно время. Ребята, да, это важно, это хороший очень инсайт. Я понял, что нужно правильно распределять время свое с учетом окружающей обстановки. Да, ребят, надо учитывать как бы стресс, в котором мы сейчас живем, и ситуацию, которая есть сейчас. То, как мы жили до этого, все, забудьте. Сейчас по-другому, сейчас нужно перегруппироваться, перестроиться и приготовиться к марафону. И опять же, ребят, я очень хочу, и это то, что я хочу для себя, чтобы мы не выдыхались, чтобы мы не были тряпками, лимонами выжатыми сейчас каждый день, а чтобы мы радовались тому, что мы с нашими семьями, чтобы мы могли находить поводы для благодарности, чтобы мы могли радоваться этой весне. Вот так много всего, чему мы можем радоваться. Но когда мы тонем в наших делах домашних и в конфликтах с нашими близкими, это очень тяжело. Так, хорошо. Алена пишет. Начинать себя, согласовывать с мужем, детьми, как важен отбой и подъем. Супер. Так, Елена пишет, что распорядок дня в принципе должен быть. Ребят, вам настолько станет легче, поверьте. Распорядок дня в принципе должен быть. Тогда вам будет легче. Намного. Так, Леся пишет. Главное пробовать, позволять себе переживать разный опыт. Да, ребята, просто пробуйте. Вы не ошибетесь. В распорядке дня нету какого-то вот только так и никак по-другому. Вы должны пробовать обязательно, ребята. Так, нужно планировать. Хорошо, ребят, я уже буду сейчас заканчивать. Хочу только сказать, что если вам нужно больше рекомендаций по планированию вашего дня, завтра в клубе поддержки для родителей мы начинаем интенсив. О распорядке дня на карантине, когда все дома. Я вытаскиваю все свои листы планирования по флаймаме. Самые лучшие, которые были созданы за последние 10 лет. Наша команда вся будет работать в клубе. Если вы хотите за неделю создать распорядок дня, попробовать, получить ответы на все ваши вопросы, ссылка есть под этим видео, либо у меня в профиле в инстаграме. Можете присоединяться к нам в клубе, чтобы больше узнать о распорядке дня. Вот, ребят, еще раз напоминаю, что сейчас очень сложно без распорядка. Все дома, у каждого свои нужды, планы, проблемы. Каждому нужно личное пространство и личное время. Всех нужно накормить. Нужно не утонуть в хаосе из вещей, грязной посуды, игрушек, учебников. Вот, многим нужно еще работать. Поэтому первый шаг, чтобы выбраться из этого хаоса, помочь себе, помочь своим семьям, это создать распорядок дня. Самое простое, вы берете листик и просто записываете, что вы будете делать завтра, пробуйте проживать этот распорядок дня. Это то, что вам поможет. И еще раз напоминаю, что если нужно больше поддержки, если нужны листы, конкретные стратегии, которые у меня есть, завтра в клубе поддержки для родителей, ссылка есть под этим видео, либо у меня в профиле, мы начинаем интенсив для того, чтобы разобраться, детально, пошагово с распорядком дня. Но вы можете сделать это сами, взяв просто белый лист бумаги, синюю ручку и написав, что вы будете делать завтра, и попробовав прожить по этому плану. Хорошо, ребят, буду с вами прощаться, отпускать вас вовремя лечь спать, потому что у многих уже к десяти клонится. Ложимся спать вовремя, высыпаемся. И тоже маленькая рекомендация последняя. В вашем распорядке дня выделите конкретное время, когда вы читаете новости. Потому что если читать новости несистемно, постоянно, без остановки, вы просто утонете в страхе, в тревоге, в печали. Вот я очень хочу быть информированной, для меня это важно. Я хочу понимать тенденции, я хочу понимать, сколько это продлится, как защитить свою семью и так далее. Но, опять же, я пробовала по-разному. Вот если я все время читаю новости и все время получаю уведомления от блогеров, от всего, я просто тону в этом. Поэтому я, например, читаю новости, читаю статистику заболевших и все остальное раз в день где-то после четырех вечера, когда у меня мозги самые спокойные, самые замедленные, еще долго до сна. Вот поэтому в вашем распорядке дня определите эту точку для вас, чтобы у вас какое-то было время, когда вы каждый день просто проверяете новости, которые вы хотите проверить. А в остальном отключитесь и сосредоточьтесь на распорядке дня, на вашей работе, на ваших детях, на заботе о себе, на ваших супругах, на вашем доме. Вот это вот сейчас самое главное. Хорошо, ребят, все, буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо. А, знаете, что еще мне не интересно, а я хочу вас попросить? Под этим видео, либо в Инстаграме у меня под предыдущим постом, напишите, пожалуйста, с чем у вас проблемы с распорядком дня. Потому что, когда я буду вести интенсив, мне очень интересно будет, мне бы хотелось как бы больше отвечать на ваши проблемы, на ваши вопросы. То есть, если вы составляете уже распорядок дня, что вы делаете уже, что у вас не получается, с чем у вас проблемы, я постараюсь в своем интенсиве ответить на эти вопросы. Окей? То есть, под этим видео просто оставьте мне комментарии с вашими проблемами. Буду очень благодарна вам. Хорошо, все, всем привет, всем здоровья. Как говорят у нас, stay safe, stay healthy. Вот, оставайтесь здоровыми, оставайтесь в безопасности и оставайтесь дома, пожалуйста. Хорошо, все, всем пока-пока. Заканчивайте.